Доброе утро, дорогие мои. Это вот для тех, которые любят говорить. Да мы все даем. У нас голуби на свободе. Ничего не надо придумывать. Они все там находят. Это вот минералка моего приготовления. Минералка моего приготовления. Голуби-то тоже на свободе. О, столько земли там выходит. Ну, как видите, не хватает-то, однако. Компенсировать-то надо. Как делать эту минералку, есть мои хорошие советы. Несколько роликов есть. Берите, делайте, давайте. От него только ползу, ползу, ползу будет. И больше ничего. А самое интересное, самое-самое интересное, что это практически бесплатно все. Все это почти бесплатно. Копельчины. Ну, серу купите, соли купите и все. Остальное все набирается. Значит, в сегодняшнем ролике я опять пешалками буду заниматься. Но пока дойду до пешалок, значит, один из моих друзей там в последних роликах написал комментарий. Миша Гаврилов, он написал комментарий про самец и самки, голову и голову. Ну, естественно, я могу, Миша, по телефону это все рассказать. Но поскольку эта тема очень многим тоже волнует, попробую внести ясность в этом деле. Вот есть слово маточник, которое я не перевариваю. Ну, маточник это что там? Как бы такой, да? Это свиня. Это матка свиней. Ну, свиня это как бы крупное, да, там, животное. Значит, кто из вас умеет разговаривать, владеет несколькими языками, все прекрасно знают, что, допустим, когда я разговариваю, то есть бывает такое, что я думаю на русском и разговариваю на русском. Бывает, что я думаю на армянском, разговариваю на армянском. Бывает, что я думаю на русском, разговариваю на армянском. Бывает, что я думаю на армянском, разговариваю на русском. То есть, когда я думаю на русском и вот хочу переводить это, да, мне приходится переводить эти слова на армянский. Точно так же, когда я думаю на армянском, разговариваю на русском, я с армянского пытаюсь переводить эти слова на русский. Но очень часто этих слов нет. Почему? Потому что все языки по-своему богатые и разнообразные. Ну, скажем так, на русском языке, вот как мы называем, голубей. Но голуби, все. Если мы берем на армянском языке, да, голубь на армянском языке. Груш, Агавник, Агунник, Югунник, Дох. Все эти слова, анало это, да, это означает голубь. На русском языке есть только это, да. Но на армянском языке нету голубь и нету голубки. Точно так же нету, это, да, как и у собак, да, кобель, сучка. Нету собаки, то есть это, да, сучка, и нету этого, кобеля. Есть слова там, это, да, самка, собака, самец-собака, да, как бы. Эх, дурачок, ты чего сюда залезешь? Вон, в свое гнездо. Ну, допустим, если возьмем это, да, покрупнее животное, допустим, на армянском есть тсул, это бык. Коб, это корова. Есть, допустим, баран, это, да, там, сейчас, кабан. Есть хоз, это свинья. Есть, допустим, хой, это, да, баран. В общем, есть гучхар, это овца. То есть не всегда вот эти слова бывают. Поэтому, дорогие мои, когда некоторые голубятники, особенно, да, не русского происхождения, произносят слова самец и самка, близко к сердцу не воспринимайте. Это в порядке вещи. Ну, просто человек, допустим, когда я думаю на русском и разговариваю на русском, я и называю голубь-голубка. Ну, когда я с армянского, как бы, перевожу, да, естественно, говорю, самец самка. Как бы такого типа. Это, значит, то, что касается к теме самец самка. Но маточник нету. Это отвратительное слово, да, там. То есть есть голуби, на вывода, оставляем на вывода, выводные голуби. Ну, есть племенные. То есть на всех языках, как бы, это слово есть. Ну, вот слово маточник, это прямо на самом деле уши лежит. Ну, как бы, вот так. Ну, в сегодняшнем ролике, в сегодняшнем ролике я уже буду экспериментировать. То есть, ну, последняя тренировка, это, да, пешалок. Вы видели, у меня там даже название три ролика. Жесткая проверка пешалок. Почему жесткая проверка пешалок? Потому что пешал, да, там один из ребят написал, через сколько, через как, там, на крестовину. До крестовины я как бы не дохожу, чтобы голуби мне еще умудрились до крестовины подняться. Обычно, если они до крыши поднимаются и спускаются, я их выхожу с улицы выпускаю. Но в последнем ролике, когда я это, да, как бы выпускал, эти голуби, а, ну, вот этот самец, который, а что, это Гарварт, проверка, вот этот, который мне нравится. Вот так, это самец. Значит, в последний раз я просто очень жестко проверил. То есть, пешалки, которые могли дотянуться до насеста, я их вышел с улицы, выпустил. Ну, как вы видели, результат был обалденный, да. Один прилетел, потом, это, да, к вечеру пропал. Прилетел, к вечеру пропал, так и, ну, наверное, кошки взяли, вот этот белокровый песочек. Остальное все на месте. Ну, сегодня будем уже других шпингалитиков вытаскивать. Кинем на крышу. Посмотрим, если они самостоятельно с крыши могут спускаться сюда, в подбор, то завтра я их буду уже с улицы выкидывать. Ну, если они не смогут еще с крыши, придется мне вечером самому пойти, подняться на крышу, там, оттуда их скидывать. Ну, естественно, с этими приторможу. Вот они, видите, красавцы. Сколько пешалок ужин. Вот один мраморненький, второй, вот одна гнешка, здоровенький, дудочки. Это корыновский. Какая чудо растет. Какая чудо растет. Один краше другого. Блин, интересно, да, вот такие птенцы выходят. Почему-то взрослая птица у меня вся не мастерва. Ну, откуда так было? Откуда так? Откуда вот так выходит? Вот он. Петров, вот смотри, какая шеечка вышла. Чубатая. Сейчас поставлю. Петров, это из Тавра, из друзей. Видите? Вот он. Это чудо какое-то. Еще и чубатая вышла. Правда, папа у него... Папа у него красная шея. Где папа? Но папа под черношей. Отперой шейки, сыночек. А мама под рукой, под черно-перой шейки. А ну, кстати, вот так, генерал. Вот, 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 даже вот смотрите. Ну, от генерала вот вышел. Пешку. Видите? Краснохвост. Блин, ну как так получилось? Ну как? Ответ знаю. Яйца, наверное, с другой стороны. Тошу и ставлю под сайки. Вот, а генерал... Мама черношейечка. Видите? И скучек вышел. И скучек вышел. Краснохвост и шеет. Ну как так получилось? А получается. А получается. Вот. Смотрите. Два пескуна. Один вот такой. Один вот такой. Значит, папа у него вот он. Белокрылый голубь. А мама дамыргер. Ну такой, да? Такого цвета. Как это ты скучек? Полосатый. Где мама? Мама, ты где? То есть голубка. Не мама, голубка. Не, ну маму можно сказать. Животность мама. Голубка. Голубь вот такой. А голубочка... Куда что пропала? Голубочка, голубочка, голубочка. Здесь кушаешь или там? Или там? Ну ты, ну раз захочешь, найти хрена. Почему? Потому что до хрена голубей встала. До хрена, до хрена. А вот она, голубочка. Это вот голубочка. Это вот, смотрите. Генерал, следующие братья, получается. Вот видите, черный такой вышел, как этот. Видите, и желтый вышел. И желтый вышел. Мама чернохвостая, папа белый. Вот смотрите. Вот этот черный голубь. Вот этот черный голубь. Он идет от челя дочки и от чернохвостого внука. А вот та бусатенькая, это дочка красавчика. Ну, красавчика, помните. В общем, это вот спадет. Ну, теперь сейчас посмотрим, чего они нам дали. Какие цвета они нам дали. Это вот раз. Видите, черный. А этот, что за цвет, Васил? Видите, что за цвет? Ну, что за цвет это вот? Ну, скажите, пожалуйста. Ну, закрывай крылья, хорошо. Видите? Какая прелесть. В предыдущий раз был такой чубатый. Вот. Ну, как бы вот так. Это вот спад мраморных. Видите? Вот мама черная, папа мраморный голубь. Блин, вы не поверите. Ну, от них, помните, у меня был желтопер и щечка. А это ответственность вот черного все. Старый белый. Старый белый. Вот. Желтый. Вот мрамор. Вот мрамор. Здесь еще другой мрамор спад них же. Здесь еще другой мрамор спад них же. Посветлее мрамор. Другой желтый есть. Вот она. Ну, да и вот такие же. Ну, да и такие же. Тоже вот чудо. Вот тоже, смотрите. Это Арайковская голубочка. Ну, как видите, черный, синий. Голубь Арсеновской. Вот Арсеновской голубки. Черногос. Это, да, гуско-чап. Такой черный. Птенца дали. Вот он. Правда, придется, наверное, убирать на этого птенца. Видите, гуско. Как раз на шее. Ну, так бы. Не до развитой. Посмотрим. Был с-под моих бы, что-то я бы сразу сходу бы убрал. Вот, так вот, смотрите. Какой красавец. Сегодня пойдет с крыши знакомиться. Пока на паузу поставлю. И попробуем, посмотрим, дотянут ли до крыши. Так, дорогие мои. Ну, поймал я 15 штук пищалок. Это вот лишняя проверка будет. Первая. Самая-самая первая. Посмотрим, кто из них до моего крыши дотянет. Кто дотянет, того и раньше всех начнем отпускать. Ну, это пюренький. Оп! Дотянул. Молодец. Это у нас такой желтенький, белоклювенький, толстожопенький. Молодец. Вот это красно. Такой красивый, красивый. Поп, купал? Молодец. Ну, дотянешь до крыши? Дотянешь до крыши? Не дотянул. Ты самостоятельно затянешь? Сейчас я буду... Это вот одногнездка такого красненького. Это вот от куклы и от лёвиной голубочки. Оп! я их буду брать, кидать на крышу, чтобы они там привыкли. Вот смотрите, какая мра... от серого мрамора. Толстожопенький тоже. Дотянем вам где одногнездка троя. Иди в зерусности с одной. А, одногнездка вот. Это вот такой от хачика голубя. Вот такой белокрылый, белохвостый голубь три полосочки. Смотрите, какой в масте вышел. прямо в идеале. Прямо в идеале. Ну, это вот два белых пера на хвосте. Какая шеечка. Хвостик такой. Ну, дотянем и дотянем. Вот не такой красивый. Смотрите, шеечка. Два пера, по-моему, или, да, два пера черных. А вот эти этот белый и вот такой битенький. Это одногнездка от чапа дочки. Папа белый голубь. Вот. Видите, до крыши не дотянем. как дотянет. Это от хомучейки, по-моему, нас. Вот это модненький. Лох мучками. Да. От хомучейки. Чап. Оп. Одно пирож. Это кто у нас? Это кто у нас? Так. из молодой пары. Здесь ты сам чувствуешь. Ну, давай, Басик. Дайте, ну. Ну, а вы дотянете до крыши? Или нет? с таких размеров, дорогие мои, не боимся, чтобы они пропадут. Вот. Брать. Кидать на крышу. Чтобы они учили свою крышу. Давай. Иди сюда. Чтобы они учили крышу. Ну, а вы не дотянете вот так толстая жопыка. Один дотянул. Один дотянул. Молодец. Ну, дотянем или не дотянем. Вот сейчас удочку возьмем и будем поднимать. Давайте на крыше. Давай. на крыше. Не хотят на крыше. Говорят, мы еще маленький хозяин. Ну, ничего, научитесь. Молодцы. Ну, вот как бы вот так, дорогие мои. Ну, сколько пропадут из них. учитывайте то, что на крыше иногда и кошки могут залезнуть. Ну, они как бы при чужих кошек заскакивают, падают во двор. Ну, пока на этом остановимся. дорогие мои, мы уже время пол восьмого стало. Вот они, шпингалетики наши. тут я еще двух шпингалетиков выпустил чубатинького. Еще одна перова. Вот они все сидят. Ну, кроме чубатинького такого одна перочки шесть, а, три. Остальные вниз не спускались даже кушать. Видите, корм насыплен. Они не могут спускаться. То есть, с утра не кормлены, сейчас посмотрим, может, сейчас спустится. То есть, таких размеров. Вот, две здесь сидят, как часовые. Смотрит вокруг да около. Что их вот это, окружает. Видите, по крыше. То есть, это их территория. В их памяти это останется, что вот это их дом. Вот в прошлых роликах, когда я вот жесткая проверка пешалок, вот этого не дал. Еще жестче поступило. То есть, они даже ни разу не видел свою крышу, ни разу не видел свою крышу, должны были найти. Ну, и как вы поняли, те пешалки все нашли. один, только вот этот белокорыленький, он прилетел на следующем, то есть, вдвоем были, вот это чубатеньки, белокорыленькие, прилетели, вечером опять он пропал, на следующий день опять прилетел, ну, и к вечеру походу, наверное, коты взяли, кошки взяли, не стало. то есть, это вот так и вот так мы тренируем. Ну, сейчас, как называется, приятное, с полезным, откроем, пусть эти крылья помнут немножко. Ай, бедолаги-то, не виноваты. Не виноваты. Сейчас взрослая птица выйдет, и эти быстро спустятся. И эти быстро спустятся. А те, которые не спустятся, мне придется вечером пойти, подняться на крышу и их оттуда спускать. Вот, видите, вот один спустился уже. Вот, один уже спустился. Малый, молодец. Ну, а вы не хотите вниз спускаться? Сейчас родителей своих увидеть. мамушка, папочка, их же еще родители кормят. И спустится вниз. вот, еще один спустился. Молодец. Вот, еще один спускается самостоятельно. Знаете, вот на данный момент мне интересует, не сколько голубей летают, но это из розов поднялась, второй тоже намеченный. Не сколько голубей летают, а вот смогут ли они с крыши самостоятельно спускаться? Каренджа, вот мраморный китой. Захотел спуститься, а не получился. Опять сел. Посмотрим. Одноперки, но это летал. Это я сегодня земляк приехал и трех пескунов выпускал. Я говорю, веришь, что пишал, как пишет и бьет не дано нафиг. взял хомут шеечки, чернохвост шеечку, который берет одного первого и чубатинького малыша выпустил. По идее, вот этот чубатинький малышок белокрылый я сейчас должен был научить. Как вы поняли, уже научил. Вот еще один спустился. Молодец. Это отчатки. отчатки. Ну вот иди пойдут люди учили такой, так выцаран. Он такой красивый чилек. Вот видите, поменьше еще. Видите, будем уже учить, выходить. Там еще есть мелочок. мелочок. Ну вот блядь. Ну вот давайте, молочня, спускайтесь. Мне мне же хватит завод. А, вот он скрасил пастом от красного тоже уже спустился. мраморненький один спустился уже. Вот и все, один спустился. А, ну это даже и бьет. Вот этот прискручет. Этот и бьет уже. Вот этот уже бьет, видите. Вот молочек. И вот последний. Он бьет уже. Ну? Вот 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 что, не получается? получилось первого раза спустился. Буреньким хвостом. Знаю, что курить надо бросить. Но не хочу. дерутся даже. Ой, дерутся. Кто первый прыгнет? Ты прыгнешь вниз, или я прыгну. Ты прыгнешь, или я. Сейчас друг друг друга толкнуть вниз, наверное, как люди. Молодец, молодец, молодец. Ой, ты еще летать не умеешь, а уже винты-винты делаешь. Это генетика, дорогие мои. Это в генах у них. А, нет, это постарше. Это не младше. Это постарше. Это тоже уже витал и шалка. Ну, он уже песку нам уже не пишет от челя. От желтого челя. вот от чапа сейчас был. А вот это как оба откроемся пашкаты. Вот они купаются. Туда я немножко креолей надолил. Что-то вот эти дожди пошли, опять пупо пироиды появились. Вот однако несколько мраморненького кудулчик так мраморненький кудул. Красивый будет гаранжер. Шикарный. Ну, электрикам хочешь стать. Больше ни на что не похож второй тоже туда пашу. Видите, одна мы дурачка свои стесни, другие тоже. Туда не надо. Туда не надо. Лучше я с крыши вас пушу. Ну, вот видите, уже с крыши научились спускаться. Этот ветер хитрый через день. Ты что проглотил? А, ну, походу, я же эти, помидоры опрыскивал, походу, что-то поколевал. больше не будешь колевать. Что-то горит у него в голодке. Ну, так. У них судьба, наверное, папа тоже отравился у него этот от красного голубя. От красного. Ой, 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 молодец. Мелочок как-то, вот это, вытворяет вокруг паса. Походу, опаска начался в небе. в последнее время они дикарем летают и кучкуются. И понятно. И вот начали навыки свои опять повторять. давай, ну, хоть не спустись. Долго, толстожопый. памятник паса. птица вообще не голодная. я их не кормил, вот они мелочевки, видите, как выпендриваются давай 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 молодец но надо еще вниз спускаться, а то мне придется вверх валить он и красненький белоклевый долетел завтра уже с улицы буду их выпускать один день увидели они на крыше я сейчас посмотрю до последнего который вот от хомучечки еще там сидит ну как бы все это я не буду снимать туда жду если те самостоятельно не смогут спускаться вниз то есть их пока рано еще с улицы кидать а если смогут спуститься вот с крыши спуститься до земли следующая тренировка будет уже с улицы выпускать ну как бы вот так миромер голубям неба гоняйте ну красненький белоклевый